Девушки отдыхают Иду, и вдруг вывесили вечернюю Москву с тиражом лотерею Подхожу, проверяю, может быть рубль выиграл Тогда если совпадение там чего-то там номера Это значит рубль выиграл Оплачивали рубль, а это было состояние для меня Это пару дней, ну не сытный, но во всяком случае на пару обедов Таких бульон с пирожком хватало Смотрю, точно выиграл рубль Случайно сравниваю серии, и серия совпадает Смотрю, выигрыш, холодильник ЗИЛ Двести пятьдесят рублей Можно было брать либо холодильник, либо его цену Батюшки, я делаю вид А тут еще народ стоит, что ничего не произошло Отваливаю в сторону, весь дрожа счастье И вдруг ледяной дождь Там, предположим, четыре восемь пять, а у меня А у меня Четыре пять восемь Рубль Подхожу Смотрю серию четыре пять восемь Уже билета не достаю, якобы другую статью читаю Значит так Четыре пять восемь Точно совпало Делаю два шага Четыре пять восемь А у меня же четыре восемь пять А выигрыш выдают через неделю И вот я неделю Я не верил Что такое может быть И пока мне не выплатили Двести пятьдесят целковых Копейка в копейку Я вот Более того Что вот такое ощущение Что сейчас подойдут два милиционера И арестуют меня как жулика какого-то Понимаешь, то есть Это что-то невероятное было Подошел один, грузин Сказал Что отовариваем? Продай билет А тогда холодильники по очереди были И ими спекулировали Продай билет Золото здесь Три слитка Доставишь в Москву В наркомфин Как-то Ехал в Питер На пробы Плохо спалось Ну, утром приезжая Леша меня встречает Ты чего такой скучный Я вдруг ему говорю Ты знаешь Я вот Сегодня ночью подумал Что сорок с лишним лет Я занимался не тем, чем мне хочется То есть То есть Я говорю, ты знаешь Чего мне не хочется больше всего Сниматься у тебя в картине Это почему еще? Нет, ну просто вот Ну не хочу я быть актером Забери меня отсюда Мне же тебя не отдадут Ну случайно это вот как-то вот В башке возникло Ну потом я стал над этим думать А тем ли я занимался Всю жизнь Вот 51 год Я в кинематографе Но надо сказать, что Не совсем по своей воле Ты знаешь Я в армии на границе служил Услышал я песню Пахмутовой геологи И почему-то мне страшно захотелось Стать геологом Держись, геолог Крепись, геолог Ты солнцу и ветру, брат Я все твердо решил Что буду поступать в горный институт В Ленинградске А в Ленинградском театральном институте На месяц раньше начинались экзамены И я решил схитрить Подам я документы в театральный институт Естественно, провалюсь Кому я нафиг нужен такой И у меня будет лишний месяц Для подготовки Поступать в горный институт А меня возьми да прими И я не знаю Конкурс был 92 человека на место Наверное, вот это сыграло свою роль Вот ощущение Я избранный Из 92 человек Только я 91 человека отсеяли А я принят А я? Дружой, псих, что ли? Может, теперь два года дадут? Самое мало Где-то в середине первого курса Я первый раз Вступил на съемочную площадку Ну и все, и заболел Причем вот Я сейчас Вспомнил Это было замечательно Тогда операторы Снимая павильон Обязательно поддымливали Чтобы фактура чувствовалась Снимали черно-белое кино И вот Дымовуха такая была У пиротехников Куда входил ладан И это такой приятный Запах был от этого И вот перед тем Как раздавалась команда Мотор Бежали эти люди Пиротехники На лоточке Горит Тлеет Вот эта вот самая Смесь какая-то И он Фанерочкой Раздувает ее Оператор кричит Все, хорош Хорош Разошлись Разбежались И вот этот вот Запах я сейчас почувствую Это Это было такое очарование И Я решил Что я буду работать В кино Совершенно верно Онтерштурмфюрер Брехт Густав Брехт Это я Конечно Приходилось сниматься Ради корки хлеба И я с дипломом Затянул из-за этого Начинаешь пробиваться Кушать тоже хочется И поддаешься На чьи-то уговоры Едешь Снимаешься Приезжаешь Через три месяца И уже Ту тропочку Которую проложила В достижении Своей цели По снятию диплома Уже приходится Протаптывать Заново Петюня Сынок Ведь коллега Останешься Ништей есть Нечего Мы когда Снимали Привозили Материал И где-то В 12 ночи Шли в кинотеатр Смотреть Что мы там Наработали И я Боялся Что я посмотрю Материал И там будет Какое-то Хоть какое-то Разночтение С моими ощущениями Это все Я понимал Что Я дальше Работать не смогу Так И потом С удивлением Ну Я вообще Если это Не проходные Какие-то Работы Вообще Смотрю на себя На экране С большим Удивлением И многое Открываю В себе И стрелять Я умею Так что Ежели что Убью Сейчас я Категорически По разным Причинам Отказываюсь Сниматься А прежде всего Основная Причина Не хватает Времени Просто Для концентрации Какой-то Для осмысления Вот после съемки Переезжаешь Домой Думаешь До чего же Это плохо До чего же Это безобразно Как уговорит Режиссера Переснять Все это дело А уговорить Невозможно Деньги 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 Время Деньги Время Деньги Время Деньги А там Посмотрим И там Не до поиска Так сказать Актерской Истины Тех Знаешь Знаю Так Вот сел сюда Сказал Встал Отошел Сделал два шага Повернулся Вот так вот Все снято Как А Начальство Станут теперь Всех трясти Тебя Меня А я-то тут При чем Дважды Мне приходилось Преподавать Учил актеров А потом Докатился И до режиссеров И вот я Благодарен Этому Роду Занятия И если бы Мне было Дано Выбирать Профессию Спросили бы Меня Кем ты Хочешь Быть Я бы Сказал Преподавателем Я Преподаватель Вот Насколько Мне известно В четвертом Поколении По отцовской Линии У меня Все Были Преподавателями Меня Мои Бывшие Студенты Посещают Периодически Показывают Свои Работы Я их Ругаю Хвост Накручиваю Они Не обижаются И до сих пор Доучиваются Я их Ставлю В тупик Своими Вопросами А вот Вы Жизнь Мою Опишите Ужать Семена Замечательная Моя Жизнь Глядя на себя Как-то Как бы Со стороны Я сам Себе Завидую Вот так Вот сложилась Жизнь Несмотря на Всякие Лишения Увечья И прочее А с другой Семена Вот ощущение Недовольства Тем Что я Сделал И желание Все Абсолютно Что я не Сделал Переделать Вот Оно Как-то Меня не оставляет К сожалению Это Неосуществимо Может быть Поэтому Я и Желаю Если бы Мне сказали На Переделывай Я бы сказал Не, ребят Я старенький Мне пора Другим Заниматься Рыбалкой Грибы Собирать Дом Строить Вот этими Ручонками Так и будем Продолжать Жить Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова